Лето закончилось, но это не повод для грусти. В эфире факты и афиши. В ближайшие пять минут только хорошие новости. Классическая техника и благородство мастеров. В Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств с 9 сентября можно увидеть картины Евгения Цибулина. Автор пишет с натуры и придерживается реалистичной манеры. Любимыми жанрами художника стали портреты на тюрморт. Евгений Цибулин детально прорабатывает лица героев и стремится к тому, чтобы окружающая обстановка помогала передать характер человека. Насладиться застывшими мгновениями на полотнах художника можно до 18 сентября. Выше руки и больше жизни. Такими словами всегда приветствует своих поклонников. Артист, способный удивлять. В Краснодар приезжает Олег Газманов. Он представит новую юбилейную программу «Вперед, Россия». В репертуаре исполнителя десятки патриотических песен. Композиция «Москва» даже стала неофициальным гимном столицы нашей страны. Олег Газманов признается, что в самой жизни черпает вдохновение и наслаждается каждым прожитым днем. Получить музыкальную прививку от осенних хандры и посмотреть на мир глазами оптимиста можно 15 сентября. Легко ли сохранить любовь после свадьбы? Ответ на этот вопрос 15 сентября можно узнать в одном театре. Там покажут премьерный спектакль «Тебя два». Это новая история о том, что же происходит в жизни молодоженов, когда начинается совместная жизнь. Герои Арсения Фогелева и Татьяны Башковой не произнесут ни единого слова. Достаточно взглядов, жестов и поступков. Зрители услышат песни группы «Сплин», композиции лидера группы «Аукцион» Леонида Федорова и Владимира Волкова, а также «Океан Эльзы». Как признался режиссер постановки Арсений Фогелев, все началось со свадебного платья. Оно, как символ торжества и праздника, прошло через весь спектакль. Когда у человека есть такой тембр и такой голос, он может петь все, что угодно. Так о Евгении Кунгурове высказался прославленный артист, поэт и композитор Александр Градский. Бархатный баретон сразу покорил члена жюри телевизионного проекта, а после и многочисленных зрителей. Он даже стал участником авторского вечера Александры Пахмутовой и исполнил песню, которую Николай Добронравов признался и в любви. Услышать завораживающий голос Евгения Кунгурова можно 16 сентября в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Один из самых известных балетов в истории искусства можно увидеть в Краснодаре. Труппа театра балета Юрия Григоровича представит «Лебединое озеро». Нетленная история любви и пронзительная хореография захватывают зрителей и переносят в пучину страстей. С первых же минут приобщиться к классике можно 14 сентября во Дворце искусств премьера. Детство не проходит бесследно. Сеть кинотеатров «Монитор» представляют дебютную режиссерскую работу известного американского актера Брейди Корбета «Детство лидера». Картина завоевала награды на 72-м венецианском кинофестивале. Эта история получила самые разные оценки критиков и киноведов. Мировоззрение Ханеки – эхо раннего фон Триера, но ни в коем случае не подражание. Это лишь немногие отзывы. Действие ленты разворачивается в начале 20 века. В центре сюжета «Судьба ребенка» он становится свидетелем страшных событий. В нем родители, ничего не подозревая, культивируют тирана. Кем вырастет молодой человек? Личность узнаваемая, ответы уже скоро в кино. Кстати, хорошая новость для поклонников Роберта Паттинсона. Его фильм можно увидеть в необычном амплуа. А это уже история от прославленного режиссера Клинта Иствуда в главной роли неподражаемый Том Хэнкс. Тонкая актерская работа вызывает сопереживание. Его персонаж, капитан корабля, совершает аварийную посадку на холодные воды реки Гудзон. Небывала низкая высота 800 метров, отказ обоих двигателей. На борту 155 человек. И никто не пострадал. Чесли можно назвать героем, совершившим невозможное. Но не так все просто. Начинается расследование этого дела. Чем завершится эта история, узнаем совсем скоро в кино. Такими культурными событиями будет наполнена жизнь края. Берегите в себе человека. С вами была Екатерина Славянская. Увидимся на телеканале Кубань 24.